Ребят, привет! С вами Стас Быков. Сегодня поговорим про поисковую оптимизацию видеороликов на ютубе. Покажу, как загружать видео на свой канал, чтобы ролики индексировались не только в ютубе, но и в яндексе и в гугле. Сейчас вы видите мой основной канал. Здесь более чем 700 видеороликов загружено уже за 7 лет работы. И я каждый из них оптимизирую под ключевые фразы. Мы можем это с вами посмотреть в аналитике. Я захожу сейчас в свой раздел аналитика, дальше вкладка просмотры, скроллю вниз и мы видим, что за последние 28 дней тип источников трафика это поиск на ютубе. Мы можем, конечно же, расширить этот интервал. Давайте сделаем за последний год. И вы увидите, что 56% это поисковый трафик. А что это значит? Это значит, что просмотры идут от целевых зрителей, те, которые заинтересованы в вашем ролике. Конечно же, другие типы источников трафика также необходимы. Это функции выбора контента, это главная страница, это фид подписок, это рекомендуемые видео. Даже рекомендуемые видео приносят больше трафика. Но когда у вас начинающий канал или у вас происходит падение просмотров, конечно же, я бы рекомендовал делать оптимизацию под ключевые фразы. Давайте покажу, как это работает у меня. Вот есть ролик. Я его один день назад сделал. Как создать свой сайт. Захожу в режим инкогнито, чтобы сбросить все куки, то есть историю браузера. И посмотрим, как для нового пользователя это выглядит. Как создать свой сайт. Нажимаю Enter. И здесь у нас с вами поисковая органическая выдача. То есть все ролики, они релевантны к ключевому запросу. Как создать свой сайт. Дальше мы скроллим вниз. Конечно же, чем популярнее ролик, чем на нем больше активности, удержания, CTR, то есть кликабельность на картинку, тем выше этот ролик будет. Потому что YouTube выгоднее помещать выше качественные ролики. По тем параметрам, которые он считывает. Если вы здесь ролик свой не видите, скорее всего у вас очень жесткая оптимизация. Или как раз не сделана оптимизация под данный ключ. Потому что как создать свой сайт, это один ключевой запрос. А как создать сайт, это уже второй ключевой запрос. Хотя кажется, что они похожи. Тем более по смыслу это одно и то же. Итак, мы скроллим здесь. И мы видим новый ролик, который вышел один день назад. И мы видим здесь жирным слово создать. То есть YouTube подхватывает ключевые фразы у нас с вами из названия, из описания и из тегов. То есть везде должно присутствовать ключевое слово. Откуда нам его взять? То есть вот это я взял не из головы далеко. Нам нужно с вами понимать, как правильно и грамотно составляет поисковую фразу наша целевая аудитория. Для этого мы используем сторонние сервисы. Конечно же, можно Wordstat Яндекс использовать. Можно использовать Google. И конечно же, VDQ тоже можно использовать. Но недавно появился полный аналог VDQ. Я уже два видеоролика записал про сервис UMI. Здесь мне очень нравится, что не нужно связывать ваш канал с сервисом. Можно просто зарегистрироваться на почту. Тарифы. Они или за копейки, или совсем можно использовать бесплатный тариф. И мы не переплачиваем за ненужный функционал. Все, что мне сейчас необходимо для того, чтобы проанализировать ключевую фразу. Я сейчас захожу в инструменты. Подбор ключевых слов. Дальше пишу, как создать свой сайт. По тарифам тоже посмотрите актуальную информацию. Я ссылочку на данный сервис оставлю в описании. Там сейчас до первого числа есть акция на расширенный тариф за полцены. Тоже пользуйтесь. Испытывайте, тестируйте. Также есть бесплатный тариф. Тоже можете на нем поэкспериментировать. Итак, как создать свой сайт. Я вижу 45 тысяч поисковый объем. То есть это потенциальные целевые мои зрители. Которые задаются вопросом, как создать свой сайт. Дальше что я делаю. Я вот здесь сайт выделяю. Например, это ключевая фраза. Потом в поиске Ctrl F, Ctrl V. И я смотрю, где еще есть слово сайт. Также могу сделать сортировку по полю поисковый объем. Еще раз давайте поищем. И я вижу, как создать сайт 117 тысяч. То есть поисковый объем больше. Но и конкуренция здесь будет больше. Потому что это более жирный ключ. Оно более общий. Если у вас начинающий канал, то скорее всего. Но если вы назовете свое видео, как создать сайт. Если там будет плохой CTR. То есть переход на ваши видео через показы будет слабенький. И удержание там будет страдать 5-10-15%. То конечно же такое видео не будет продвигаться. Какая бы там ни была оптимизация. Даже 100%. Вы все равно такое видео не продвинете. Если там страдают CTR. То есть кликабельность и удержание видеоролика. То есть если этот контент никто не смотрит. Ютуб его и не будет продвигать. И далее я вижу. Создание сайта с нуля. Есть тема. Конструктор сайтов. Я это все себе помечаю. Вы не забывайте открывать блокнотик. Вот как я это делаю. Вот просто блокнот на компьютере. Дальше выделяю галочками то, что мне необходимо. На перспективу даже. Могу создать плейлист. И там куча видеороликов. Один. Как сделать сайт. Потом конструктор сайтов. Потом создание сайта. Далее здесь скопировать теги. Нажимаю. Отлично. И вставляю в блокнотик. Вот они все теги. И мы их даже можем сразу же вставить в раздел теги. Когда мы будем загружать видеоролик. Сейчас тоже я вам это все покажу. То есть вот мы что сделали. У меня есть уже четкое понимание от запросов. И дальше уже я записываю видеоролики. То же самое, как было с этим видео. Как создать свой сайт. Есть потенциальная аудитория. Я сделал оптимизацию под этот ключ. И вот у меня так получилось. Мы можем даже открыть это видео. Давайте я нажму. Изменить видео. Чтобы мы перешли в настройки видеоролика. И какие основные метаданные нам нужно заполнить. Конечно же, это название. Это описание. YouTube говорит, что теги не обязательно. Но я бы рекомендовал. Потому что больше шансов проиндексироваться в том же Яндексе и Гугле. Итак. Видите у меня здесь. Как создать свой сайт. Дальше обучение. Как создать свой сайт. Дальше еще хештег. Как создать сайт. То есть еще усилил. Ну и мы видим в описании. Конструктор сайтов позволяет создать лендинг пейдж или интернет-магазин за считанные минуты. То есть я здесь стараюсь сделать уникальный текст. О чем данное видео и вообще из этой сферы. Чем больше будет текста у вас уникального. Тот, который вы сами придумали. Тем лучше будет. И дальше мы скролим вниз и сделаем сюда теги. Вот те, которые я только скопировал. Я просто их сюда вставляю. И они размещаются в блоке теги. То есть мы просто выхватываем те, которые нам необходимы. Которые релеванты нашему ролику. И все таким образом это работает. Также, что мне здесь нравится. Есть гугл тренды. Мы можем посмотреть трафик из гугл трендов. То есть динамика популярности. Сейчас мы видим как раз растет. В начале месяца в принципе спрос был на эту тему. И сейчас есть. Также трендовые видео. Вот как раз этот ролик по этому запросу. Потому что его сейчас смотрят. Просмотров в час мы видим. 73 комментариев. Сколько лайков. Есть инструкция. Что такое релевантное. Что такое вкладка тренды. Но в принципе я вам все сейчас рассказываю. И давайте сделаем оптимизацию под тему. Русская рубка. Это мой новый проект. Я о нем уже рассказывал в одном из видео. И обязательно тоже ссылочку на него оставлю. В описании пересмотрите. То есть там мы будем говорить про русскую, про канадскую рубку. Про рубку срубов. Какая технология. Какое преимущество. Вообще в целом про строительство деревянных домов. То есть это будет интересно. И что нужно сделать. Давайте я вам покажу. То есть мы обязательно добавить видео. Далее. Вот сам вот этот файлик. Который мы с вами будем переносить. Его нужно переименовать. То есть сейчас на первом этапе это нужно сделать. Потому что дальше. Когда вы загрузите видео. Его уже будет не переименовать. Так. У нас там видео про русскую рубку. Давайте посмотрим. Русская рубка. Дальше. Я сейчас система проанализирую. Дальше перехожу к ключевые запросы. Кстати давайте Google тренды просто глянем. Ну видите. Не совсем популярный запрос. Но это бизнес тема. То есть нам не надо миллионные просмотры. Нам достаточно 100 просмотров. Чтобы найти одного клиента. Который принесет там 10 миллионов рублей. Поэтому это коммерческий запрос. И также мы видим. Запросов немного. Но смотрите какая конкуренция. Дальше мы смотрим. Русская рубка. Тоже так же делаем по поиску. Контр F. Контр V. Смотрю. Канадская рубка. Норвежская. Русская рубка. Видео. Давайте тоже по поисковому объему отсортируем. И посмотрим. Технология. Кстати. Это тоже интересно. Традиционная русская рубка 4000. А технология 5000. То есть давайте возьмем. В блокноте тоже вот так вот скопируем. Видите у меня. Русская рубка технология. Дальше. Я называю исходный файл. Как раз таким ключевым запросом. Потому что я вижу 5000. От потенциальных запросов. Далее перехожу. В загрузку. И уже перетаскиваю исходный файл. С таким ключом. Именно вот так я бы рекомендовал. То есть все что я сейчас показываю. Это мой личный опыт. Я SEO специалист. Более 15 лет работаю в интернете. И более уже 8 лет я работаю на YouTube. То есть это мой опыт. Как я анализирую. Может быть у вас есть другие сервисы. Может быть вы не так анализируете. Можете поделиться в описании. В комментариях. Да. Но я вот так вот работаю. У меня в принципе получается. И так пока ролик загружается. Мы с вами начинаем. Русская рубка. Технология. Производство. Срубов. Вот так вот сделаем. То есть это уже идеальное название. Потому что есть ключевой запрос. Русская рубка. Технология. Технология. Производство. Срубов. Дальше. Частые вопросы. Потому что я знаю про что это видео. Мы записали с партнером. Там ответы на самые частые вопросы. И разбор проекта. Давайте напишем так. Обзор проекта. Все. Теперь нам нужно с вами обыграть это название. Технология. Производство. Срубов. То есть нам нужно написать описание. Такое, чтобы там было вхождение. Технология производства срубов. Русская рубка. Давайте посмотрим, что там еще было. Сруба. Тоже отлично. Сруба. Так. Вот. Сруба. По готовому проекту. Вот такое описание. Это как бы description. Анонс в самом начале. Дальше мы можем с вами ссылка сделать на проект. Здесь вот будет она. Если нужно, можно вообще ничего не делать. Дальше еще описание я бы рекомендовал. Еще 2, 3, 4, 10 предложений сделать. И обязательно хэштег. То есть это моя позиция. Можно, конечно, не использовать. Но я обычно делаю. Хэштеги я проверяю через главную страницу. То есть делаю решеточку. Русская. Рулетка. Рыбалка. Видите? Нет. Рубка. Значит, этот хэштег нам не принесет трафик. Давайте посмотрим просто. Рубка тоже нету. Срубы. Посмотрим. Сруб из кедра. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, можно сделать сруб из... Именно кедр как материал. Да? Сделать в технологии русская рубка. Поэтому давайте это сделаем. То есть хэштеги это как разделы на сайте. Это как рубрики. И нужно выбирать только популярные хэштеги. Потому что именно они принесут вам, могут принести вам зрители. И дальше там срубы. Так, срубы. Срубы нету, да? Я так понял. Хорошо. Тогда строительство дома можно сделать. Обязательно пробел ставим. Еще. Ну, таких 2, 3, 4, 5 можете спокойно сделать. Да? То есть все на экране у вас видно. В это время идет обработка. Дальше делаем значок. На значке обязательно изобразите то, что у вас в видеоролике. Самый интересный момент. Если хотите, можете дополнить это текстом. Главное, чтобы это смотрелось. То есть не мельчите. Если текст не нужен и не надо его там делать. Но, понимаете, ваша аудитория, у вас есть аудитория, это целевой зритель. То есть вы должны понимать, что ему интересно и куда бы он кликнул. Вот есть у меня русская рубка. Конечно, надо топор. Надо бревно показать. Но если я покажу там, например, просто ручку, обычную ручку, ну, не поймут, что это такое и, скорее всего, не кликнут. То есть важно выделить вот такие триггеры для вашей потенциальной аудитории. Перенести это на значок. И вы увидите, что когда вы выгружаете ролик на YouTube канал свой, у него есть показы. И эти показы, они будут реализовываться. Это значит, что на видео будет переходить, будет расти CTR. Если CTR растет, то YouTube это знак. Ага, ролик, скорее всего, будет интересен на более широкую аудиторию. Если вы видите, что удержание растет, да, YouTube тоже это все замечает. И он также будет охотнее давать показы роликам. И, в принципе, вот по значкам такая ситуация, чтобы отражалась суть видеоролика, да. Потом, когда я это видео по русской рубке буду делать на тот канал, для которого это как раз и записывалось, я покажу, как нарисовал значок. Скорее всего, даже это будет отдельное видео о том, как рисовать правильно и грамотно значки. И мы сюда его подгрузим. Дальше плейлист выбираем, и мы его создадим специально под запрос тоже. Вот, русская рубка, технология. Это будет отдельный плейлист. Даже видео там можно потом слово добавить. У нас, смотрите, какой простор вообще в этом направлении. Есть канадская, да, дикий сруб, норвежская, уроки. То есть, я это все прям анализирую и помечаю себе файлик. То есть, какие видео еще можно записать. Земель, лес. Вот он, зимний лес. То есть, конкуренция поменьше. Дальше, релевантность. В принципе, мы можем по релевантности сделать сортировочку. Самые подходящие вот сейчас у нас, по релевантности 9, канадская, норвежская, русская рубка, технологии. То, что нам более подходит, да. Но мы же можем по-другому, по поисковому объему. То есть, потенциал ключа. Более широкая аудитория. И тем самым мы с вами что делаем? Мы составляем с вами название канала, название плейлистов и название роликов. И получается такая декомпозиция. Это та же самая структура, что и на обычных текстовых сайтах. И это с точки зрения оптимизации SEO YouTube. Это очень грамотно и правильно. Только здесь нужно помнить и понимать, что этот путь, он не быстрый. У вас может пройти год, два, три. После активной работы, вот в этот промежуток времени, у вас начнут ролики индексироваться, продвигаться. И тогда вы будете уже набирать достаточное количество просмотров, чтобы выйти на монетизацию. И чтобы ее подключить, набирать аудиторию, зарабатывать. Ну а дальше зато все зависит только от вас. Когда у вас уже будет костяк аудитории на канале, вы можете даже не делать оптимизацию. Просто выгрузите видеоролик. Напишите, это я, да, ну любую фразу напишите. Пришла зима и все, его будут смотреть. Потому что у вас будет аудитория, которая посмотрит в первую очередь, это подписчики. Дальше видеоролик пойдет на главную страницу, в рекомендации, он в поиске появится. Все равно по какому-то описанию. Более того, скажу, забегая вперед, что ролики в поиске, они показываются, индексируются. По фразам, которые вы говорите. То есть по субтитрам, они тоже индексируются. И это тема отдельного разговора. Мы тоже об этом поговорим. Поэтому, чтобы не пропускать эти ролики, обязательно подписывайтесь прямо сейчас на канал. Если тема вам интересна, то ставьте лайки и переходите на сайт UMI. Регистрируйтесь. Здесь есть бесплатный тариф, есть платный с полным доступом, функционалом. Но как я его использую, я показал. То есть вот инструменты, поиск ключевых слов. Дальше вбиваю ключевую фразу, которая меня в данный момент интересует. И анализирую выдачу. То есть то, что выходит здесь. Я уже использую эту информацию для того, чтобы составить ядро своего канала. Об этом тоже в следующем ролике. И, конечно же, оптимизация каждого ролика в отдельности. И эти ролики уже будут набирать просмотры. Чтобы не пропускать информацию про новый канал, обязательно подписывайтесь на этот, потому что здесь я буду показывать, как делаю оптимизацию нового направления. Ну, в принципе, все. Сегодня я хотел вам показать в целом алгоритм работы, чтобы у вас было представление, как в новом году это все устроено, как я буду дальше продолжать работать на YouTube. И зарабатывать здесь. Приглашаю вместе со мной зарабатывать на YouTube. Все зависит только от вас. Поэтому вам нужно тоже будет работать. Продолжение следует...